Внедрение этой системы специалисты называют важнейшим проектом государственно-частного партнерства в дорожно-транспортной сфере. Система взимания платы с крупно-тоннажных грузовиков, направленная на содержание федеральных дорог, является уникальной российской разработкой. В том числе и потому, что это первая система в мире такого масштаба. Связано это с размерами нашей страны. Специальными инструментами будут оборудованы 50 тысяч километров федеральных дорог. По данным Федерального дорожного агентства, 56% от общего размера вреда федеральным дорогам наносят именно большегрузы. А в России их, по данным на 2010 год, насчитывается полтора миллиона, и цифра постоянно возрастает. В системе предполагается два способа оплаты – с помощью маршрутной карты или бортового устройства. На сегодняшний день, за полтора месяца до запуска проекта, в системе зарегистрировано свыше 300 крупных перевозчиков с общим количеством транспортных средств более 61 тысячи единиц. Тариф за километр пути – 3 рубля 73 копейки. С учетом того, что дорожные фонды не наполняются должным образом, сокращаются, соответственно, и расходы на строительство, ремонт, реконструкцию дорог. Поэтому это не наше изобретение, это работает во многих странах. Реализуется принцип «пользователь платит». Таким образом, сколько вы проехали по дороге, столько вы потратите, соответственно, средств. Платный проезд грузовиков, а именно транспортные издержки, естественно, скажутся на конечной цене перевозимого продукта. Следует заметить, что в основном тяжелые грузовики перевозят строительные материалы, минертные материалы для стройки, промышленные товары. Для продуктов и товаров широкого потребления это примерно сейчас, по нашим оценкам, менее 10%. По поручению президента, деньги от реализации нового проекта израсходуют и на софинансирование регионального дорожного строительства, в том числе и на условия государственно-частного партнерства. В полную силу автоматизированная система взимания платы с многотонников заработает с 15 ноября 2015 года. Продолжение следует... Продолжение следует...